История истории Смотрите, где что есть, где что можно раскопать, но это можно в больших, крупных библиотеках, откуда еще не вытащили книги, такие как Ленинка, ну и другие библиотеки, скажем, Конгресса в Соединенных Штатах. Там тоже у меня, я так понимаю, есть много слушателей в Соединенных Штатах. И хотел бы обратиться, почитайте, покопайте, может быть тоже найдете информацию, а информацию о чем? Сегодня 4 октября 2018 года. Москва основал хан Улуса Джучи Золотой Орды Менгу Тимур, а не киевские князья. Президент подыграл их версии истории. Что такое хан Улуса Джучи Золотой Орды? Джучи это первый старший сын Чингисхана. И моя родословная идет как раз от первого старшего сына Чингисхана. Там много версий, что он там такой, такой, не такой, такой. Все правильно. А он является родоначальником дальше уже царя сибирского Кучума, а дальше царь Арслан Касимовский, который сидел потом в Москве, в Кремле. А нам говорили, что это Иван Грозный. С видом, так скажем, грозным очень. Это царь Арслан. Это совсем не Иван Грозный. Но подтасовка фактов, она, соответственно, происходила постоянно. И вот я вам сейчас просто зачитаю небольшую версию о том, что человек пишет. Я понимаю, что потроллить это святое дело. Но президент не просто потроллил КЦ. Что такое КЦ? Сейчас мы разберемся. Слушай, я сама не очень понимаю. С трибуны парламента. А подыграл версии истории. Москву основал хан Улуса Джучи Золотой Орды, Менгу Тимур, а не киевские князья. Московиты последние 300 лет активно заняты переписыванием своей истории и наплодили кучу фейков, которые то и дело принимаются за реальные исторические события. Например, что Москву основали в 1147 году. А на самом деле она начала упоминаться в ордынских переписях на 130 лет позже. Также тема про киевскую Русь придумана московитами. Была Русь, Киев и окрестностей и ничего более. Но так они говорят. Я пока ничего здесь не спорю. Я вам читаю статью. Насколько она верная, я тоже хотела бы к вам обратиться. Давайте подумаем. Не позволяйте фейковой истории стать истиной. Это важно, потому что московиты придумали историю, а на основании этого заявляют претензии и черпают в этом силу. Правда в том, что до 1721 года эта страна звалась Московия и была переименована в Россию лишь потому, что она захватила истинную Русь. И никто не мог воспрепятствовать краже названия. Ваше знание настоящей истории лишает Московию силы не меньше, чем санкции Запада. Учите своих детей в правильном историческом ключе. Так победим. Джерелло. Но это имя, кто написал. Я вот здесь вам даю скриншот, что это такое, кто Джерелло и что это, я тоже не могу вам сказать. Просто озвучиваю написанную такую заметку, которая попалась мне вчера на Фейсбуке. И хочу сказать, что таки да, я когда-то посещала довольно много Московский Кремль, посещала палаты, посещала грановитую палату, смотрела на захоронения, которые находятся в Кремле. Захоронения якобы царей, эти вот мраморные надгробия. Но тогда еще в свое время мне комендант Кремля сказал, что там под этими мраморными надгробиями с именами якобы русских царей стоят совершенно иные имена других царей, настоящих царей, которые жили на этой территории. Это то, что мне сказали. И я верю в это. Я верю, потому что говорят люди, обличенные погонами и властью. То, что дается для народа, конечно, это обычная история. То, что касается президента нашего, который, когда пришел на престол Кремля, он стал говорить, что мы не допустим халифата, халифата, халифата. Вот этот разговор бесконечный о том, что он не допустит халифата, он уже перестал сейчас об этом говорить, потому что сейчас это перестало быть актуальным. А тогда, когда он пришел во власть, то были споры, оставлять ли его на престоле или все-таки кого-то из потомков халифата поставить. И поэтому президент постоянно говорил о том, что мы не допустим халифата. И в свое время, когда я президенту написала письмо, короткую записку по одному делу, которое мне нужно было решить, то он мне ответил на четвертый день. Вы, наверное, мало знаете таких людей в правительстве, которым президент отвечает на четвертый день. Мне ответил на мое письмо на четвертый день. Я говорю о важности, о важности имени и рода. Я не говорю и не хвалюсь о том, что он мне по какой-то значимости, я не олигарх, я не большой воротила в московском Кремле. Нет, я просто наследница. Фатимы Салтан Сиитовны, ханши, которая жила на территории Кремля. Я говорю вам правду и ломаю стереотипы ваши, потому что они совершенно иные. История наша другая. На территории Кремля жила ханша Фатима Салтан Сиитовна, а ее муж Арслан был внуком хана Сибирского Кучума и правнуком Чингис Хана. И парады принимались в Москве, когда проходили они мимо дворца ханши. И она смотрела с угла, с балкончика, как раз на эти самые парады. Это история, это настоящая история. Так что царь Арслан, это и есть тот самый Иван Грозный, о котором все рассказывают. Ну посмотрите на внешность этого Ивана Грозного. Она что вам напоминает? Не напоминает ли она вам нечто совершенно иное? Вот где внуки Чингис Хана. Это понятно. Ну а потом Фатима Салтан Сиитовна уехала в Крым и за ней туда же поехал Николай II. И сделал в Крыму ставку с 1916 года по 1923. Николай II жил в Крыму, в Ливадии. А Фатима Салтан Сиитовна жила в Феодосии и похоронена на горе Карадак. И гора та называется после ее могилы Святая гора. Женским именем называется Святая гора. Но группа КГБ изъяла в 1974 году, изъяла могилу моей бабки Фатимы Салтан Сиитовны с горы Карадак. Но осталось название Святая гора, куда ходили люди на поклонение и за здоровьем. Подержаться за могильный камень. Его давно нет. Это был огромный белый камень. Белый огромный камень. Два метра в длину. Не меньше был этот камень. И вокруг него стояла серебряная ограда. Ни ограды, ни камня нет. Вертолетами забирали это достояние, артефакты. Достояние Крыма и достояние моей семьи. Я Таня Карацуба. Сиит Бурхан.